Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из самых значимых и духовных праздников в христианском календаре. В память о дне, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии весть о предстоящем рождении Иисуса Христа. В этот день посещают литургии, а поскольку праздник выпадает на Великий Пост, те, кто его соблюдает, могут позволить себе съесть блюдо из рыбы и даже выпить немного вина. В столичном соборе Рождества Христова прихожане с утра пришли на церковную службу. Благовещение, по их словам, один из самых важных праздников в религиозном календаре, и они считают его священным. Сегодня церковь празднует Благовещение. Это один из 12 праздников. Он считается началом нашего спасения, потому что Мария получила известие от Бога, что она родит ему сына. Рад, что смог причаститься. Дай Бог, чтобы был мир. Чувствуете себя лучше? Да, я как будто прибавил еще несколько лет. Сегодня Благовещение. В народе говорят, что в этот день можно употреблять рыбу. Сегодня мы находимся в церкви. Некоторые прихожане признались нам, что соблюдают строгий пост. Бывают дни, когда я вообще ничего не ем. Может, пью по глотку воды, чаю и все. Отметим праздник, приготовим рыбу. Можем кушать сегодня рыбу. С близкими соберемся за небольшим столом. Священнослужители напомнили православным христианам о значении сегодняшнего праздника, но также подчеркнули, что истинная слава исходит из сердца. Сегодня мы празднуем Благую Весть, принесенную Архангелом Михаилом Пресвятой Деве Марии в тот день, когда она была в Храме Божьем с другими девами-женами, ожидая воплощение Христа, который был и есть наш Мессия, Искупитель наших жизней. Благовещение является первым документально подтвержденным праздником среди праздников Богородицы. В этот день прихожанам можно есть рыбу. Строго запрещенный продукт во время Великого Поста. Согласно поверьям, в Благовещение не рекомендуется бескрайней необходимости заниматься тяжелым физическим трудом. Верующие убеждены, что конфликты и ссоры в День Благой Вести могут навлечь на беду и горести, которые будут преследовать человека еще долгое время. В Благовещении время нести благие вести. Поэтому в этот день приветствуется занятие благотворительностью и пожертвованием в помощь нуждающимся. Говорят, что погода в День Благовещения будет такой же, как и на Пасху, которую в этом году отмечают 16 апреля.